Всем привет и это финальная часть ошибок новичков в Оссо. В первой части я вкратце рассказал о том, что вводит в заблуждение новичков в игре. Один из примеров тогда был старый. Во второй части я рассказал, что не нужно делать в комьюнити в Оссо, приводя в примеры абсолютно глупые действия новичков. В этой же части я все подытожу и добавлю немного примеров и разжую некоторые термины. И мы раз и навсегда разберемся с этой темой. Ну и если вам понравится видеоролик, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Это очень сильно продвигает контент и мотивирует и дальше для вас делать видеоролики. Ну и конечно же, приятного вам просмотра. Итак, каждому новичку интересно, а как научиться играть в Оссо и что надо тренировать для того, чтобы хоть немного уметь играть? Как вы думаете, какой это может быть аспект? Наверное, надо обучиться в первую очередь контролировать свои пальцы и хоть немного жать. Или же, наверное, надо обучиться Аиму в игре? Ведь в игре все построено вокруг Аима. И на самом деле нет. В первую очередь новичку необходимо научиться понимать механику игры, а именно развивать свою читалку. У новичков это один из самых сложных путей, так как новичкам предстоит пройти путь от нулевого до стандартного девятого эра. Единственная причина существования эр меньше четырех и пяти и любого до восьми, это обучение новичков скорости появления нот в игре. Вы задумывались когда-нибудь, что в Оссо ноты пронумерованы, но вы вообще не обращаете на это внимания. Вы реагируете на порядок их появления, а многие скины вообще цифры не рисуют. Но нужны они как раз таки для того, чтобы в первую неделю игры новичок понял, как вообще игра устроена. Ко всему этому в Оссо есть еще и нотлок. Это механика созданная для новичков, которая не позволяет прожать ноту до тех пор, пока не будет сыграно предыдущее. К слову, из этой механики горят и остальные игроки. Потому что в высоком BPM в паттернах с практически нулевым спейсингом, ну или на стримах, она в разы усложняет игровой процесс. Ну и давайте вернемся, наверное, к теме видеоролика. После 4 звезд мало кто вообще играет R меньше 9 в современной мете. Но ранкинг критерии все еще обязывают ставить низкий R для карт низкого старрейта. И я вас уверяю, что когда вы дойдете до 4-5 звезд, игра в плане читалки вам покажется немного легче, если не брать в расчет моды, естественно. Потому что в большинстве случаев на 5 звездах, как и на 6, так и на 7, вам будет встречаться только дробный 9-й R. То есть вам не нужно будет обучаться новому R, кроме, естественно, 10-го, который в новом моде встречается крайне редко. Естественно, если вы захотите стать HR-плеером или DT-плеером, вам нужно будет учиться играть R10 и его дробному значению, по типу 10, 3 и так далее. Но я думаю, к этому моменту вы уже не будете являться новичками. И мне кто-то скажет, а что, до 4-5 звезд не нужно развивать свой АИМ и фингер-контроль? Опираясь только на свой личный опыт, я могу сказать, что я на то время, когда был новичком, не уделял ни АИМу, ни контролю какого-то отдельного внимания. У меня все эти аспекты развивались вслед за читалкой. Единственное, что от меня требовалось, это поставить более-менее удобную чувствительность для мыши, которую я не особо-то как-то и менял. И первый раз, когда я менял чувствительность мыши, чтобы хоть как-то улучшить свой АИМ, было, когда я фармил уже 200 ПП скоры. Это 5-6 звезд. Понимаете, без читалки не важно, какой у вас уровень АИМа или жимки. Если вы не понимаете головой, как проходить карту, руки вам в этом деле не помогут, так как они не получают нужных команд от головы. Вот вам яркий пример, давайте я возьму не самую сложную карту VR11 и попытаюсь ее сыграть. Вам этот геймплей ничего не напоминает? Правильно, это новичок, когда он пытается играть 7 или 8 старкарту. Бесконечные мисс риды и руки не понимают, куда наводиться и как жать. И вследствие куча миссов. И отвечу на немой вопрос. Я умею играть, но абсолютно не читаю AR11. Существует тезис о том, чтобы научиться играть, надо играть карты сложнее. И некоторые новички, не понимая суть тезиса, идут фигачить карты, которые вообще пока не способны понимать. И вследствие практически никакого импрува не получают. Но какие же карты тогда нужно играть? Объясню опять на собственном примере. Когда я спокойно мог фармить 4 звезды, я шел фармить 5. Когда я спокойно мог пасать формилки с 6 звезд на А, я шел играть формилки 7 звезд. И тут все просто. Я не бросался в крайности и шел просто на next level фармовых карт. У меня есть важное замечание по поводу фармовых карт. Я хотел бы объяснить, что это вообще такое. Идея термина обозначить более простые карты для фарма. Соответственно и престижа в скорах на фармовых картах меньше. Определяется фармовая карта просто. Она часто присутствует в топ-плеях игроков. Именно по такому принципу фармовость карты на основе статистических данных посчитал украинский маппер и программист Грумт. Можете ознакомиться по ссылке в описании. Со временем игроки развиваются. И некоторые карты с небольшим количеством ФК становятся фармом. Это произошло например с Утой. Первым почти закрыл ее на ФК был индекс. И тогда это был элитный скор. Но сейчас Ута встречается в топ-плеях многих игроков на стабильность. Был случай на стриме где я сказал что Ута это Фармилка. И да в чате нашлись те кто сказал. Ута Фармилка ты с дуба рухнул. Я ее недавно только паснуть смог. Но слава богу был на стриме Дэнч который ФКшнул Уту в отличии от меня. Я у него спросил. Как ты думаешь для тебя Ута была Фармилкой? Он сказал что хоть и далеко не простая но Фармилка. Новички триггерятся на само слово Фармилка. И не понимают что Фармилки могут быть как простыми по типу Блэк Ровера. Так и сложными по типу Уты. А также новички не могут оценивать сложность карты. И думают что если они паснули 7 стар Фармилку. Значит они могут играть этот старрейт. Но еще думают что пас крутой. Из этого вытекает следующая проблема. Понимание самого старрейта. Новички делят осуна. Черная и белая. Где белая то у карты 4 звезды значит она простая. У карты 7 звезд значит она сложная. Тут не все так просто. Старрейт система довольно таки криво оценивает сложность некоторых карт. Все из-за того что приоритет идет на спейсинг и скорость карты. Мало того что старрейт система не учитывает AR и слайдеры. Так она и не может дать адекватную оценку самому маппингу. К примеру могу привести самое банальное. Это некоторые карты Дорамока. Если же брать из русских мапперов. То наверное это Нелл Перри и Эвил Элвис. И понимаете проблема в том что карты могут иметь абсолютно одинаковый старрейт. И быть абсолютно разными по сложности. Вот вам в пример 2 семистаровые карты. Хоть и были обновления где действительно сложные карты апнули в старрейте. Система до сих пор не может адекватно оценить сложность карты. К слову о том что же не является формильным. Это карты которые за свою сложность дают несправедливое количество пп. И наверное основная тема сегодняшнего видеоролика. Проблема новичков ВОСУ в том что они пытаются понять. А нормально ли я играю? Есть ли у меня потенциал? И на самом деле лучше отбросить эти мысли вообще. И просто играть. Но раз уж вам нужен ответ. Я могу сказать свое личное мнение по этому поводу. Давайте разделять. Умение фармить пп. И умение играть в целом. Так как фармить пп в нынешней мете. Это не уметь играть в целом. Потому что нынешний фарм выглядит примерно так. Ну или так. Да для этого нужно умение играть. Также нужно приложить какие-то усилия и так далее. Но это все равно не отобразит твой скилл в целом. Так как на этих картах отображается лишь твое умение попадать в однообразные паттерны в высоком бпм. Или же просто умение вводить стримы с довольно таки простым флоу и невысоким бпм. Если вам интересно сколько пп надо иметь чтобы ты считался средним игроком в плане пп фарма. То лично мое мнение это 10 тысяч. Если у тебя меньше то ты как пп фармер играешь ниже среднего. Если у тебя меньше пяти тысяч то ты и не фармил практически вообще. И не удивляйтесь числам. Да раньше было действительно тяжело апнуть 10 тысяч. Сейчас же любой начинающий игрок с более менее нормальным сетапом и большим рвением к игре. Сможет взять это число за полтора года а то и за год. Надеюсь я ответил на ваш извечный вопрос. И да нет смысла задавать такие вопросы. По типу а норм ли за 5 часов в 20 минут 32 секунды в игре апнуть 500 пп или я гений. Ребят нет никакого смысла задавать такие вопросы. Так как каждый растет со своей скоростью. Особенно на коротком промежутке когда счет идет на месяцы. Я считаю что взять за год те же 4-5 тысяч пп это ну нормально. Если же у вас меньше значит вы не особо фармите или же не задротите в игру. Что же касается общего скилла. Воссу очень трудно определить скилл игрока в целом. Так как упор в пп системе как я ранее сказал. Идет на несколько аспектов. Например аим и стримы. Сравните это с тем как в какой нибудь мобе пусть то дота или лол. Можно быть топ 200 за мидера. А можно быть за саппорта. И как тогда понять а кто лучше играет. По моему мнению скилл игрока это его умение играть произвольную карту с произвольным модом. Именно поэтому я считаю что турниры на которых специально подбираются карты на разные аспекты игры. И разные мод пулы. И дается всего одна попытка. Это именно то что позволяет сравнить скилл игроков. А ранкинг сводит все аспекты к одному измерению. Это пп. И да сам скилл фарма пп у всех разный. А кто то вообще не фармит. Так что хороший способ проверить свой скилл это посоревноваться в каком нибудь мм боте. Например 4 дигетный Витя Акинотори занимает там 13 место. Если брать другой пример то Digital Hypno. Который имеет 800 ранг и при этом выиграл уйму туриков. А также является двухкратным чемпионом мира по осу в составе США. А я напомню что США это одна из самых играющих наций в осу. И конкуренция за слот в состав очень большая. Давайте перейдем к заключению. Что же нужно делать начинающему игроку в осу. Чтобы импрувнуться и начать хорошо играть. Я никого не удивлю. Но это играть в осу практически каждый день. С редкими перерывами. И это на протяжении года и нескольких лет. И не даром говорят о том чтобы научиться играть. То вам придется что-то полюбить в этой игре. Потому что играть каждый день через силу ну это нереально. Полюбить в этой игре можно музыку. Отдельного композитора. Какой нибудь маппинг. Можно любить играть с кем-то и начать с ним соревноваться. Можно полюбить играть какой-то определенный аспект. В осу есть много еще чего помимо этого. За что ее можно полюбить. Можете написать о том за что именно вы любите играть в осу. Пусть новички почитают ваши комментарии. Почему же нужно так много играть? Потому что чем больше вы играете тем быстрее вы привыкнете к механике игры. После будете улучшать свой аим и фингер контроль. И у вас быстрее появится мышечная память. Вы быстрее привыкнете держать комбо в игре. Контролировать свои нервы. Чем больше вы играете тем раньше вы заметите микро косяки по типу неправильного положения клавиатуры или кисти. Поймете что область лучше сделать поменьше ну и так далее. Для вас быстрее станет обыденностью то что вы считаете невозможным сегодня. Понимаете тут как в спорте. Если конечно же можно так выразиться. Требуется оттачивание одних и тех же действий. Чтобы довести их до идеала. Также копится опыт и понимание что и как делать. К примеру я 6 лет занимался футболом. Три раза в неделю были жесткие тренировки на выносливость, на технику после практика. И позанимавшись первый год, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я такой да я чему-то научился, но я все равно не играю прям очень круто. Также и в ОСУ я почти 6 лет играю в игру. И я не могу сказать что я прям какой-то офигенный игрок. Но я определенно могу сказать что я чему-то да научился. Понимаете в футболе у меня была цель научиться играть хотя бы настолько. Чтобы меня взяли в команду на соревнования хотя бы запасным. В ОСУ у меня цель научиться играть настолько хорошо. Чтобы я просто мог играть крутые и сложные карты. Хоть это и разные вещи, но их связывает только одно. Это научиться играть, чтобы уметь играть в игру, которая тебе нравится.